Всем привет, наши дорогие зрители и подписчики канала. Вы, как всегда, на канале Семья на чемоданах. С вами я, Славян. Мы в полном составе отправляемся в Москву разгонять тоску. На самом деле, нам туда нужно съездить по ряду причин. Ну, кто за нами давно подписан, помните, что у нас распились вещи. Нам нужно их перебрать. Следующий момент тоже очень важный. 7 месяцев мы уже не привозили внуков к бабушке и к дедушке, поэтому тоже нужно. Ну и, пожалуй, третий момент это то, что у моих родителей там как раз начинается отпуск. Они поедут дикарями и, собственно, мы хотим все вместе собраться, чтобы приехал еще брат со своей семьей. Вот. И так как следует потусить, провести шикарное время. Надеюсь, все получится и все будет именно так. В этом выпуске я хочу вам показать дорогу М4. М4. Мы решили ехать по бесплатной. Ни разу этого не делали. Но сейчас хотим. Мы хотим доехать дня за два. Обычно мы доезжали из Подольска до Краснодара за 14 часов. Сейчас будем просто ехать, никуда не торопиться. По топливу сколько у нас уйдет, я, в принципе, и так уже знаю. Вот. Но давайте скажу вам после. У нас почти полный бак сейчас. Пишет, что хватит на 510 километров. Значит, где-то между Воронежем и Ростовом, наверное, будем заправляться. В общем, с меня, как всегда, дорога, ночлеги, какие-то интересные моменты. Посмотрим, как в Ростовской области дела. Ну а вы ставьте лайки, пишите комментарии. Погнали! Перед тем, как мы отправимся с вами в новое путешествие, я хочу вам порекомендовать карту Тинькофф Black. И лично у меня таких карт целых две. Я использую карту Мастеркард и карту Мир. Этим банком я пользуюсь уже на протяжении нескольких лет. По моей ссылочке в описании вы получите пожизненное бесплатное обслуживание. Помимо этого вы также получаете до 30% кэшбэка у партнеров, до 15% кэшбэка при выборе категории и до 7% на остаток. И хочу заметить, что это не какие-то там бонусы, а это самые настоящие рубли, которые вы сразу же можете потратить на свои новые покупки. Помимо бесплатного обслуживания по моей ссылочке, вы получаете бесплатное пополнение и переводы. Также снятие без комиссий в огромном количестве банкоматов. Ну и, конечно же, лучший мобильный банк в мире это 100%. Помимо всего этого, что я перечислил, также хочу вам после оформления этой карты по моей ссылочке порекомендовать вам открыть инвестор-пилочку. Данный инструмент поможет вам очень незаметно накопить деньги, когда в конце месяца вы открываете, а у вас там кругленькая сумма. Ну, конечно, кругленькая сумма зависит от того, сколько вы тратите. Собственно, оформите и посмотрите, и разберетесь. Очень классный инструмент. Ссылочку я оставляю под этим видеороликом. Переходите, оформляйте, пользуйтесь. Погнали! Заезжаем в столовую позавтракать. Мы были такие голодные, что я даже ничего не снял. У нас вышло на 1100 рублей. Сидим и думаем, так, скоро будет выходить на полторашку уже каждый завтрак, потому что маленький, он тоже уже пытается есть картошку. Время 8.10, мы позавтракали, все сделали. 25 градусов сейчас на улице. Так, 8.10 я сказал. Ехать нам до Подольска 980 километров. Пишет, что мы приедем в 9 вечера. Погнали! Забыл сказать. Для тех, кто впервые попал на наш канал, или бы не смотрел предыдущий видеоролик, напоминаю, что мы пару дней провели на косе Должанское. Это недалеко от Ейска, на Азовском море. Этот выпуск обязательно посмотрите. Я ссылочку оставлю в описании. Путешествуем мы на машине Volkswagen Multivan. У нас дизель, объем двигателя 2.0. В среднем он ест 8,5 литров. Но, говорится, как давить на газ. Заехали, купили мороженку. Всем дружно будем кушать. Время уже почти 3 часа, представляете? А мы до сих пор в Ейске. Как я сказал ранее, мы временно уезжаем с юга. Но совсем скоро обязательно вернемся. Ну, а вы, друзья, не забывайте про наши авторские гайды. Гайд по Крыму, гайд по Большой Анапе, гайд по Геленчаку, гайд по Большому Сочи и гайд по Абхазии. Как приобрести наши гайды, есть ссылочка в описании. Приобретайте, изучайте и вперед на югах. Мы едем, в общем, выехали из Ейска. Слева у нас Ейский лиман, либо Ейский залив. До Краснодара нам осталось 220 километров. Но в Краснодар мы заезжать не будем. А до Подольска нам ехать 1290 километров. 15 часов по бесплатной дороге, между прочим. Здесь перед тем, как заехать в Ейск, либо выехать из Ейска, есть такой пост жесткий, контроль со стоп-линией. То есть надо прямо остановиться, весовой контроль туда-сюда, короче. Вот, и перед ним такая небольшая пробочка. Вот сейчас в летнее время очень большие сложности на дорогах делают вот эти зерновозы все, как хомяки называют при цепе. Посмотрите слева, какая очередь их. И мы вот едем тоже медленно, потому что впереди они прямо один за другим едут. Ты только обгонишь одного, сразу втыкаешься в другого. Вон, посмотрите слева, какая очередина из них. Вообще капец. У нас вот дорога, получается, вот прямо уходит на Краснодар, Крымский мост. А нам нужен съезд другой. Нам нужно вот сюда вот поворачивать. И двигаемся, получается, через станицы в сторону Ростова. Ростова? Ростова. Вот, и после заправки Роснефти ходим налево. Нам осталось до Ельска, там сколько-то километров, и здесь такая дорога просто трындец. Вы только поглядите на нее, как она выглядит. Машины просто все прыгают. Жесть, вся в ямках. Но мне кажется, это из-за зерновоза. О, нас вообще колбасит. Едем уже в Ростовской области. Ползем 30 километров в час, потому что впереди едет как раз этот вооруженный хомяк, так называемый. Хомяк? И решаем, пока едем, так как на маленькой скорости, решаем с Артемом как примеры. Он уже отщелкивает двузначные числа. Ну, складывает там типа 32, там плюс 42. И сейчас еще показалось, что он умеет уже складывать, ну, так же двузначные числа, но которые перетекают уже в район, ну, в сотню. Вот, конечно, прикольно. Удивляет, откуда он черпает информацию. Так, объезжаем сейчас Батайск по, как оно так правильно называется, западное шоссе. На самом деле здесь недолгая пробка, здесь получается просто, как бы мы, получается, вклиниваемся, там ремонт работы, и наш выезд закрыт. Вот, ну, тут чуть-чуть, небольшое затруднение, дальше едем. Собственно, заехали в Батайск, ну, как он так ведет. Ну, и новенькие домики. Северное шоссе, получается, мы сейчас на него выскакиваем. Пишет, что до Подольска нам 1100 километров, ехать 14 часов 55 минут. Я напомню, это ехать по бесплатке и ехать через М2. Приеду и поймал себя на мысли, как же я отвык от вот этих вот высоток. Вы так давно их не видели. Сколько уже времени. Как с Краснодара уехали. Это, получается, мы уехали оттуда в феврале, по-моему. Представляете? Что-то мы едем по какой-то вообще новой развязке, по каким-то совершенно новым местам. Ни разу здесь не ездили. То ли это какая-то новая дорога, я не знаю. То ли что. Столько здесь мест тоже интересных, прикольных. Вот, до Москвы 1062 километра. Странно, а у меня пишет до Подольска 1120. Интересно. Ну, вот, собственно, мы доехали до этой пробки. Аксасский проспект. Вот. И здесь будем стоять вот столько. Здесь просто ДТП впереди. ДТП это что? Время уже 17.30. Я думаю, еще километров в 100 мы проедем. И все, надо где-то падать, отдыхать. Продолжаем стоять в этой пробке. Я хочу вам показать погоду. 33,5. На самом деле, выезжая оттуда, с Азовского моря, там было 27. Вот так вот. Ну, целыми днями стояло. Здесь вот, что в Краснодаре, что в Ростове, невозможно такой тухотым. Поэтому мы, кстати, из Краснодара и уехали. Так, первая неприятность. Вот стоят фуры. Куры. Поломанные. Так, дальше сейчас посмотрим. Да, мы поехали, ребята. Отлично. Так, здесь такая парковка, есть чебуреки, есть сеть кафе, есть рыба, есть сухофрукты. Короче, куча всего. Есть вроде даже отель, есть большая парковка. И, походу, мы здесь прямо будем ночевать. Короче, здесь, смотрите, такой целый комплекс, на самом деле. Есть даже детская площадка. Детская площадка? Можно сразу заправиться. Можно, вот говорю, поэту. Пока мы там что, готовы, мы можем побегать на площадке? Да. Как раз, классно. Так, частная, автоматическая, неохраняемая стоянка, 150 рублей в сутки. Да нам она вообще нафиг не нужна. Она и пустая. Нам нужна... Вот эта, наверное. Покрутились и решили, что поедем чуть-чуть подальше. Все-таки до Камин-Шахтинского доедем. Потому что время 18, еще, как говорится, спать не ляжь, ничего еще не сделаешь. Да и кушать еще неохота. Поэтому едем дальше искать что-нибудь другое. Мы заезжаем в шахты. Знаете, хочу сказать, очень много автостопчиков. Вот за участок буквально там, не знаю, 5 километров, штук уже 7, наверное, я их насчитал. Видимо, с юга тоже едут. Там путешествовались. Что у нас по табличке? Каминск 68, Воронеж 510, Москва 999 километров. Смотрите, какие прикольные автодома едут. Я их уже обгонял, и пока мы заезжали вот на... Ну, по парковочку, они обогнали меня. Ну, вот этот, как бы, ладно, но тоже, тем не менее, достаточно мощный. Он на базе УАЗика, что ли, сделан. А следующий автодом, вот он. Он вообще здоровый, на базе грузового Мерседеса. Огромные солнечные панели на крыше. Еще не бывает, с чем так делать? Вот они идут вот наравне вообще, друг с другом. Че к чему? Ну, не может его никак обогнать. У нас уже дело к закату. До Камин-Шахтинского осталось буквально там, не знаю, километр, может быть, 10. Ну-ка, сейчас угадал мне, где. Камин-Шахтинский, 4 километра осталось. Миллерово, 73, Москва, 937. Вот, сейчас где-то там уже надо будет притыкаться, кушать и спать. В этом помпончике людей всегда огромное количество. Ну и ладно, сейчас быстренько закажем, пока буду готовить их. Я, наверное, расстелюсь. В помпончиках мы традиционно берем пельмени. Себе с бульоном, детям просто со сметанкой. Такие булочки. Ну, сейчас они изменились, как бы похуже вообще стала сеть. И, конечно, гораздо дороже. Вот это вот все нам обошлось почти в 1800. Ну, как всегда хрена. Да. Ну, ладно, зато закат у нас есть. Пока готовилось, не успел я постелить, потому что приготовили на самом деле очень-очень быстро. Мои доедают, а я вот сейчас как раз займусь этим. Поставлю еще чаечек, хочу вам показать. Был очень клевый на самом деле закат. Вот у нас такой здесь получается. Небольшой, видите, паркинг. Вот так вот. Сейчас надо все переложить. И первое, что сделаю, это... Так, она закрылась, что ли? Первое, что сделаю, это нужно поставить чаек. Проехали мы сегодня чуть больше 400 километров. Ну, что-то такое, 420. Вот, еще с выкрутасами по Иейску. Что хочу сказать. Нормальная дорога. Почти нигде не стояли. Вот только единственный был момент, да. На платник мы пока не заезжали, денег не платили. Но дальше уже будем все это дело объезжать. Вот. Ну, это уже завтра, как проснемся. Покажу вам. Сейчас я еще постелю вам, но дополнительно покажу, как все будет. Вообще, вот, смотрите, полностью разложена кровать. Это вся постель. Она сейчас раскладывается идеально. Кто не видел, я придумал такую вот москиточку. В пазы просто ее засовываю. Бомжовскую. Бомжовскую, да, такое. И это. И, собственно, все. Комары не беспокоят. Не влезла у нас в салон только вот эта. Имитация солнечной панели мы представили. Сушилкой ее с собой возим. Детей все-таки много. Вот. Коляску сейчас тоже вставляем сюда вот, где сидит Настенька. Настенька, кушечку. Да-да-да, слышу тебя. Вот. Ну, и, собственно, все. Чай погрели. Будем сейчас уже утрамбовываться. Мы сейчас Мирона выпустили в машине. Он начал по всей машине круги. Пацанов выпустили на улице после 400 километров. Я устал. О, устал уже. Просто так бегали. Тихо, не кричите. Ребята, они кричат только. Побежали. Именно размяться. Мы сидели с машиной. Разминь. Разминь как-то. Ну, вот, собственно, кто спрашивал про трансформацию мультивана, смотрите, пожалуйста. Вот мы, значит, разложились. Вот. Перед полностью заставлен. Здесь у нас огромнейшая кровать. Здесь еще у нас стоит всякое барахло ненужное. У меня даже есть рабочее место. Видите? И вот такая вот. Я сплю здесь. Все мои спят вот так. И нам здесь достаточно хорошо. Свет есть. У всех точечно. Тюль. Все. Все прекрасно. Вот такое у нас доброе утро. Мальчишки вам машут. Да, рада. Вчера мы вырубились. Но сегодня Мирон решил в 6.15, что пора всем вставать. Помпончик завтраки работает только с 8. Вот нам надо полтора часа еще в носу поковыряться. Да? Почему? Или поедем все равно? Сколько времени? 6.30 только. Завтрак с 8. Да? И что мы будем делать с ним? Либо кофе попьем, да поехали? Да. Ну да, подальше бы не подальше какая-то. Ну мы сейчас решим. Едем, едем. У нас загорелась лампочка, горит. Хватит на 120 километров. И вот расход, видите, 7 литров на 100. Шикарный на самом деле расход для мультивана. Через 100 километров после места, где мы останавливались ночевать, вот заправка Роснефть. Это вторая по пути у нас. Сейчас заезжаем туда и заливаем полный бак. Этого нам хватит доехать до Подольска. И там еще покататься, наверное, километров 150, а может даже 20. Ну не знаю, сейчас посмотрим, сколько вообще войдет. Дизель здесь 51.80, 95 и 52.94. На Роснефть сразу решили все сходить в туалет, чтобы не останавливаться. В ближайшие часов так 5, надеюсь, хотя бы до обеда. Заправили машину. Вышло все на, сейчас покажу, на 4.300. А залило, сейчас скажу, сколько литров. 83 литра. И что хочу сказать, кто не знает, я просто не знал, у меня было много накоплено баллов на Роснефть за несколько лет. Я прям копил, копил, думал, ну как бы они были не нужны. В итоге сейчас говорю, давайте спишем. Она мне говорит, у вас 60 рублей. Я говорю, почему? Она говорит, потому что с 1 июня каждого года теперь баллы будут списываться под ноль. Ну то есть, если вы не использовали, вы их потеряли. Поэтому у кого есть, точнее, если вы заправляетесь на Роснефть, повнимательней, чтобы так не потерять их. Это, конечно, обидно. Ну вот у нас на 1000 километров, то есть, говорю, мы приедем еще километров 200, можем смело кататься. Мы заехали в Воронежскую область. При въезде сразу есть участок с дорожными работой, поэтому повнимательней. Соответственно, кто едет на море, у вас при выезде, а у нас сейчас в данном случае при въезде в Воронежскую область. Я думаю, вы поняли, что реконструкция здесь долгая. Вот мы ее проскочили вообще без пробки, но если здесь какой-нибудь ДТП будет, то постоять придется и о том, что очень долго. Ну вот, собственно, про что я говорил. Вот, пожалуйста, мы втыкаемся в пробку из-за реконструкции. Как долго она будет, сейчас посмотрим. Ну, в любом случае, как говорится, деваться некуда вообще. Навигатор пишет, что пробка на 25 минут 3 километра на протяженность, но я думаю, будет гораздо подольше. Навигатор обычно занижает время. Ну что, вот первая причина нашего стояния в пробке. Простояли 30 минут. Так, ну нет, тут что-то с колесом. Так, ну что, дальше мы едем? Ура, дальше мы поехали. О, посмотрите, какая жесть, как перевернулась фура. Ее вообще просто на бок. Ай-яй-яй, сколько убытков. Меня неоднократно спрашивали в комментариях, когда мы ездим по М4, есть ли газовые заправки. Ребята, газовые заправки здесь есть. Поэтому можете смело ехать, не переживать. Поздно включил камеру. Большая колонна идет, военные техники, посмотрите. Всякие разные вообще. Так, мы, получается, сейчас подъезжаем к съезду вроде как бесплатника. Сейчас посмотрим, почитаем. Ни разу вообще не ездили по бесплатке, решили поэкспериментировать. Вот, видите, табличка. Платный участок прямо, бесплатный участок направо. Так, будем отворачивать. Вообще платник 330 рублей стоит этот. Ну, поехали, посмотрим. Так, пока бесплатник сразу начал радовать новым покрытием. Смотрите, как все новенько. Судя по навигатору, я не вижу особой разницы по времени. То есть я строил и так маршрут, и так маршрут. Что на платнике есть пробки из реконструкции, что на бесплатнике есть пробки. Плюс скидок больше нет по транспордеру. Ценник приличный вообще. Не знаю. Вот, собственно, делаем эксперимент. Ну, и, собственно, по минусам, это, естественно, населенные пункты и светофоры. Ну, и плюс на платнике все равно держишь хотя бы 110 на круизе. Ну, и обгон совершаешь легко, потому что двухполосное движение. А здесь одна полоса, и вот сейчас за фурой ехал просто 8. Если вам, например, не понравилось, и вы передумали, вы можете вот сюда вот повернуть направо и уйти на платку. Мне нормально, вот за фурами идем 90. Здесь так, как бы, ну, все норм. Ну, единственное, ведь круговые, да, здесь надо потормаживаться. Но, опять-таки, нужно учитывать, что сейчас сезон, и что перед тем, как оплачивать в пунктах взимания платы, там тоже иногда придется постоять. Вот мы идем в параллель с платкой, и я вообще не скажу, что хоть чем-то хуже, чем они. Нормальная скорость 110 я держу на круизе. Еще на бесплатке, на самом деле, нет дискомфорта в обгоне. Почему? Потому что, видите, здесь достаточно широкая обочина, и все, кто едет как бы медленно, да, там меньше, например, 110, они прижимаются. Вот видите, фура прижалась. Вот следующая фура, они тоже прижимаются. То есть ты, получается, спокойно можешь обходить всех, кто едет медленно. То есть как фишка, конечно, я прям про такое не знал. Ну вот, типа, видите, мы идем на обгон, и, собственно, как бы все прижимаются. То есть, как я понимаю, на бесплатке здесь такие вот свои есть определенные водительские законы, водительское уважение, что дискомфорта вообще не чувствуешь никак. Вот, получается, платка сейчас уходит прямо, а мы уходим вот так, на Владимирово, нам сюда, на бесплатное. Давайте теперь там посмотрим, как. Первый участок я вообще не заметил, что я еду, типа, по бесплатке, мне прям было там хорошо ехать. Мы здесь одни, вон только вдалеке, впереди эти газелька, и все. Здесь может также ехать 90, как вы видите, дорожное покрытие тоже хорошее. Ну, прям ништяк. Пока тоже все устраивает. Здесь дорога так себе, но зато ты едешь по природе. Слева, справа лес, слева какие березки прекрасные. И как бы резкий контраст вот полей, которые идут сейчас по правую руку, ну, то есть платная дорога. Прикольно, на самом деле. Дорожное покрытие здесь уже так себе, особо не разгонишься, но я бы 90 держу. Вообще не едем по этой дороге, никто не встречается. Приезжаем какие-то деревня, в которых буквально из, там, не знаю, с 30 домов два нормальных, остальные заброшены. В другом лес, запах потрясающий. Да, асфальт так себе, конечно, но вот я держу 90, на круиз поставил, и хорошо. Здесь даже есть переезд, но нам везет, и он открыт. Запахи здесь деревенские. Помоли пост. Он просто стоит. Стоит? Ага. Потом еще сломбанк. Опа. Ой, какой звук, да, папа. Средний Икорец основан в 1686 году. Это село, представляете, какое старинное село. Вот, собственно, табличка. Воронеж, платный участок. Нам не надо платный участок, это платный участок уже на Ростове, если кому нужно будет развернуться. Ну, нормальный второй участок. Не вау-дорожка, но зато насладились природой. Опа. Сэкономили денег. Сейчас еще заскочим в Воронеж. Соответственно, тоже дорогой платник. Вычеркиваю всего списка. Заезжаем в Воронеж, покупаем пиццу и продолжаем путь. Съехали мы с трассы, значит, объезжаем очередной платник, который идет мимо всего Воронежа. Не вижу ничего сложного поехать сейчас через Воронеж, потому что ты как бы в сам город не заезжаешь, ты едешь в правой стороне. Вот. И, в принципе, по навигатору одно и то же время пить, что. Ну, и плюс нам надо заехать в пиццу. Этот участок бесплатной дороги тоже хорош. Сами посмотрите. Нормально едем, тоже держу на круизе. 110. Прям великолепно. Заехали в Воронеж. Такие сразу новостройки. Я уже говорил ранее, глаз от двух вообще я таких не по скребу. У нас здесь сразу радарчик стоит, а он не на нас направлен, а на них. Это истребитель, прикинь. Настя, смотри, истребитель летит. Ни хрена. Такой сильный дождь прошел здесь в Воронеже. Посмотрите, все залито, там аж куча фиолетовая. Но нас не зацепило. Вышли подышать, размяться и забрать пиццу. Вот какими глазками он смотрит на Настеньку. Мама, это что? Как удобно, пока ехали, быстро заказали, приложение, приехали, уже все готово. Сытые, довольные, отправляемся дальше в путь. Вот еще один пример, чем дети занимаются в машине, пока мы едем. в ДОДО нарулили раскраски себе. Сидят, раскрашивают. Вот как пример покажу, смотрите, здесь вот платник, видите, красный стоит. У тебя сейчас раскраска улетит, а мы поем по бесплатке, у нас все едет. Тучи пошли дальше, на Москву, видите, идут. Волния бьет. Не знаю, о, наверное, попала сейчас в камеру. Да, ну вот он здесь пролил, но уже земля подсохла. 20 градусов, представляете, 20. Сегодня очень комфортно ехать. В общем, все, едем в дождь, у нас тоже пошел ливень. Нас сейчас вот обогнал мультиван, только красно-белый. И мы тоже хотели свою тачку обклеить в два цвета. Вдруг у нас есть зрители, кто занимается обклейкой в Москве, в области или в ближайшем, где-то, может, на юге. Напишите, пожалуйста, обсудим условия. Какой циклон, а? Температура упала до 16 с половиной, представляете? Ничего себе холодно, С 35 градусов едем, между прочим. Короче, я не понял, как, но он меня вывел на платник. Вот мы подъехали к подвесу. Мы заехали в Турску область. Сейчас через... Сейчас сходим. Через 9 километров, получается, будем уходить в город и в Риму. И дальше, поперли уже с М4 на М2 будем перепрыгнуть. Дальше у нас стула и все, и подойск. Ну и здесь, конечно, такой населенный пункт, как-то поселок, городок это, Ефремов. Вот, и получается, что и светофоры, и ограничения, и лежачие полицейские, вот, поэтому здесь немножко будет долго. Вообще, я построил по М4, если ехать, то, типа, на 30 минут быстрее. Ну, мне кажется, на М2 тоже нормально, там, скоростной режим, свободно, все, посмотрим. Мы остановились в Ефремово, купили водички попить, я заодно уволил своего старого штурмома и нанял себе нового. Да, Миронтик? Ты с папой теперь? Молодец! Заехали мы в такую станицу, хотел сказать, поселочек, теплое называется. Что-то вообще не теплое, 18,5 градусов, представляете? Июль, ты что? 18, блин, градусов. У нас там 35 было. Мы привыкли к теплу. 18! Ай-яй-яй. Быть возле Тулы и не купить тульских пряников, это, конечно, преступление, поэтому идем покупать. Вы даже не представляете, насколько сильно отвык глаз вот от таких дорог, от такой природы. Все-таки мы здесь не были уже 7 месяцев. Это приличный срок вообще, чтобы глаз отвык, как говорится, к хорошему быстро привыкаешь. здесь, короче, вот эти все ограничения скорости на 40 и получается, что особо-то и не едешь. вроде как бы этот путь через М2 получается, ну, по крайней мере, до Подольска, он как бы меньше там на сколько-то, на 20, что ли, километров. Но получается подольше из-за вот этих всех ограничений по скорости. Через 600 метров у нас начинается М2, мы, соответственно, уходим направо, налево это Орел. Так, Щелкино 20, Тула 45, Москва 231. Щелкино прямо, оттуда же можно в саму Тулу попасть, нам нужна Москва, мы уходим левее. Опять дождь накрыл ливень, куда мы едем? Вообще, смотрите, что творится. Да, если такая похода будет, еще с такими перепадами, днем 27, вечером 18 уже, я чувствую, надолго нас не хватит, развернемся и едем обратно. Тула-Рязань направо, напрямо, все, осталось чуть-чуть, буквально 150 километров. Темка, сколько нам? 159. Вот, 159, почти угадал. А еще 1 час, 1 час 51. Вот мы выезжаем наконец на нормальную М2, не по вот этим узким дорожкам, а на нормальную трассу, ну, почти как М4, только М2, еще и бесплатная. Все, финишная прямая у нас, осталось только доехать до съезда на Подольск. Подъезжаем к Подольску, посмотреть, что здесь творится, вообще, видимость никакая. 40 километров осталось ехать. Просто жесть. Снова фиолетовые дучи, снова молния бьет, мы пока ехнем, по радио там предупреждение, там опасности, короче, туда-сюда. Да. Или, неужели так и будет здесь такая погода, пока будем здесь мы? Прогноз, конечно, так себе. Но такую погоду встречает нас в Подольск. МТС прислал смс-ку «Добро пожаловать домой!» И мне, и на сентябре. Я сказал «Чур-чур». Все же поворачиваем, отсюда встало считанные километры доехать. Это получается южные обходы города Подольска. И он прям упирается в микрорайон Кузинейчики. Так, давайте пока я доезжаю подведем итоги. Сейчас время 20-24. Ну, плюс еще там минут 10, и мы уже точно будем прям возле подъезда. По расходу у нас еще остается в Баке запас хода на 290 километров. То есть получается, что Ейск, Должанка, Ейск там немножко навернули и стартанули до Подольска. У нас ушло 5000 рублей. Я заправил на 2, изначально в Ейске, потом, вот, помните, на 4. Еще что касается бесплатки, ну, шикарно, а будем возвращаться когда на юг, однозначно поедем тоже по бесплатной дороге. Сейчас разница, и платник сейчас, по-моему, уже рубля 4, то, я думаю, лучше час потерять времени, а то иногда, я думаю, что и по бесплатке побыстрее, вы сами видели, там можно разогнаться, и были участки, где платка стоит, а мы ехали, поэтому тут как повезет уже. Все, сейчас доедем, общаться с родителями, вон, пацаны уже вообще у них просто не втерпешь, да, Темка? Ну, сразу здесь на кругу поставили табличку «Я люблю Подольск!» Вон, табличечка, что-то цветочки высадили какие-то, и больше ничего, как били здесь машины, так и бьются, вон, стоят ДПСники, что-то уже оформляют, ух ты, вдалеке открыли большущий-большущий какой-то рынок, тоже сходим туда, посмотрим, такая большая парковка, ой, дети так радуются, радуются, конечно, папа, да, так надолго мы еще не уезжали, вот, сейчас посмотрим, как будет радоваться мама, не знаю, батя дома, не дома, может, работает еще, как всегда с парковками трындец, но, было местечко, Настя говорит, я так отвылкла от такой погоды, как вообще одевать, здесь люди просто в кофту ходят, а кто-то в куртках уже, 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 да, здравствуйте, доставка детей, доставка внуков, не сюрприз, да, доставка детей, что желает, чуть-чуть, спокойно, кто это, кто это люди, кто это, сын, это кто, ты их узнаешь, сынок, это дедушка, не пошел, мама, забери меня, кто там, заходите, заходите, смотри, здесь девочка, вот бабушка, здравствуй, а где, а где наша семья, бабушка, знакомься, знакомься, как будто бы заново, да, ваши все потери, скажи, вы здесь пеленок, да, все пеленок, бабушка, не будет, бабушка, это все спокойно, бабушка не будет, сейчас, вон, да, поставлю, мы хотели выйти, встретить вас, а мы вот так вот, иди к маме пока, пока иди к маме, бабушка не узнал, бабушка онлайн, что я где-то, скучился, смотри, как Артемка встречает, скучился, и колеси, скучился, ой, сладко, как он не адаптируется, и мне не видит, и дедушка, обнимается, все, мэрищ, это мэрищ, это мэрищ, это мэрищ. А, сейчас будем ужинать, крутяк, так, я вам покажу, закат, о, видите, какой закат, а мы тут подождем ехали, ой, человечек, мэрику увидел, мэрику увидел, мэрищ, да, привет, Маши, привет Маши, мэрищки, да, кто это, сынок, она, Родиона, она тебя узнала, она узнала, а тебя, этого террориста, я не знаю, мэрищка, собачка, мэрищка, хорошая, мэрищка, тебя не узнали, она так, а, ха-ха-ха-ха-ха-ха, а, дедушка ей водичку давала, собачку, аф-аф, Мируша, вот так вот передвигается вот так вот она охраняет на это вот это то что вы сделали прикольно небольшой спойлер что нас ждет смотрите родители заказали радиону жилет ну артемки есть просто размером поменьше а и ждут нас путешествия до сын да ну видишь какая красота воду только тебе их под затянуть надо и все и отправимся но это мы увидите уже в следующих выпусках насенька намылась почувствуй себя человеком да насенка еще и мамочки в гостях вот так вот сразу полпу рот менях ведь какая красота это курица картошка просто родители настолько классно готовят что даже кости тают во рту поэтому нужно кушать очень-очень аккуратно вот это миска смотрите и краю сахалинская она даже на них не успела уйти этом традиционная экскурсия по забитому холодильнику вот я подписала не трогать это на работу понял съем это классная штука вот это мы сейчас едим поедем с удовольствием экскурсия ладно давай садись кушай кушай садись кушай садись радюшка ты расскажи ты доволен понимали да все будут это кушать радион любит бабушкин рассольник заказал просто это довольно мальчишка сидит дедушка приехал правда не узнал а мы короче прикольнулись я говорю давай ты мне звони по фестайму мы видео включим в итоге вам не позвонила по фестайму он смотрит сразу улыбаться начал привет и тут она заходит на кухню и видимо его это шестеренка поняла как это работает и он ее признал на этом все наши дорогие зрители подписчики буду с вами прощаться это были очень и очень насыщенные два дня пишите комментарии ставьте лайк самые важные ссылки как всегда оставляю в описании под этим видео роликом кто не подписан обязательно подписывайтесь нажимайте на колокольчик ведь именно в следующих выпусках нас ждут очень крутые путешествия вместе с родителями и в принципе потом мы поедем одни пока держим все в секрете ну и конечно же будут очень интересные влоги подписывайтесь колокольчик и до завтра до нового видеоролика и и и